Третья глава пророка Малахии, читая свой собственный перевод в рамках проекта Экзегет, и здесь начинается очень известный текст, он цитируется в Новом Завете, собственно, в самом начале Евангелия. «Вот, я посылаю вестника моего предо мной, он приготовит путь для меня». Иоанн Креститель начинает с этого свою проповедь, он там еще и Зосаи добавляет. «И внезапно придет в свой храм Владыка, которого вы ищете, и вестник Завета, который вам так дорог». Завет, который Израиль заключил с Господом, которым гордится, который всячески воспринимает как свою защиту, как вот то, что ценно, дорого, важно, так вот он придет, причем не сразу даже придет, придет вестник, ну, как обычно, когда приезжает какой-то правитель, царь, то кто-то готовит его визит, кто-то приходит раньше, смотрит, как там все приготовлено, объявляет о его приходе и все такое прочее. И, наверное, это должно пониматься как такое радостное событие, ну, вот сомнения в моем голосе не случайны. «Вот он грядет, говорит Господь воинств, и кто тогда выдержит его приход, и кто устоит при появлении его, он как пламя в плавильне, как щелок при стирке, он станет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов левия, ну, то есть священников и левитов, тех, кто занимается священнослужением, расплавит их, словно золото или серебро, и будут у Господа приносящие жертву в праведности, ну, в отличие от того, как это делается сейчас. «Угодно будет Господу жертва Иуда и Иерусалима, как было в дни древние, в годы прежние, для этого надо очиститься, для этого нужно выдержать этот приход, и, судя по всему, для многих он будет не слишком приятным. «И тогда приближусь к вам для суда, поспешу облечить колдунов и блудников, тех, кто ложно клянется и плату наемника прячет, обижают давую сироту, странника гонит. Ну, это обычный набор облечения у пророков, Малахи очень кратко его перечисляет, ему нет нужды это подробно еще раз, потому что, ну, это все уже давно и хорошо известно. «Не боялись меня, — говорит Господь воинств, — да, я Господь, и я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Якова, не скончались». То есть данные раз и навсегда обещания остаются в силе, даже невзирая вот на все эти безобразия. «Со дней ваших отцов отвращались вы от правил моих, не хранили их, вернитесь ко мне, и я к вам вернусь, — говорит Господь воинств». Ну, это тоже общее место у пророков, и Малахи его еще раз подтверждает, не то чтобы выполнять какие-то правила, приносить какие-то жертвы, но вернитесь ко мне. Образ вот не случайно здесь супружеской измены, какая-то неверность, вот так же и здесь они ему изменили, и если они вернутся, то все восстановится. Вы спросите, как нам вернуться? Ну, что конкретно он имеет в виду? И здесь он напоминает то, что уже было сказано в первых двух главах. Он упрекает прежде всего за небрежность в жертвоприношениях, в ритуале, но это не просто ритуал, ритуал выражает отношения. «Может ли человек красть у Бога, а вы обкрадываете меня?» Спросите, что мы крадем? Десятины и приношения. То есть то, что люди должны отдать Богу, и все. Должны, вот, и это не вопрос. «Проклятием прокляты вы меня, обкрадывайте вы весь народ. Принесите все десятины в хранилище, чтобы в доме моем была пища, и так испытайте меня, — говорит Господь воинств». Ну, десятина, то, что было предписано Моисеевым законом, десятая часть любой прибыли, как такой налог, в России сейчас 13% подоходный налог, а тут был 10, да, просто отдается в храм. «Разве не открою для вас окон небесных, не изолью благословения в избытке? Запрещу пожирателям губить ваше урожай, а не лишаться плодов лоза в винограднике вашем, — говорит Господь воинств». То есть, ну, исполните свою часть, и я тогда благословлю вас со своей стороны. «Блаженными будут вас все народы называть, будет ваша страна желанной, — говорит Господь воинств. «Как дерзили вы мне, — говорит Господь, — спросите, — что сказали мы против тебя? — говорили вы, — в пустую Богу служить, что выгода нам была его постановление блюсти в трауре при лицом Господа воинств входить. Нет для нас, кто нахален, тот и блажен, ведь твердо стоят творящие зло, даже Бога искушают без последствий». Принцип понятен. Народ устал от этой религиозной жизни. Ему надо решать свои практические проблемы. А тут десятины, тут надо чего-то приносить куда-то. Тут вот еще какие-то правила. Где в этом выгода? Профит где? Никакого профита. Не надо этим заниматься. Ну, может быть, напрямую так не говорится, но все по минимуму, все как только вот можно внешне, чтобы, ну, так не придраться, может быть, было, но не надо в это глубоко влезать. Вот не нужна нам эта религиозная жизнь, мы лучше сами по себе. И не случайно он об этом говорит, как о философии, «Для нас кто нахален, тот и блажен, твердо стоят творящие зло». Ну, посмотрим вокруг нас. Кому хорошо живется, у кого богатство, власть, сила. Ну, редко у праведников. Бывает, но крайне редко. И давайте вот, давайте тоже жить так, говорят люди. Давайте будем нахальными, жесткими, циничными. Давайте будем искать свои выгоды везде. Ну, ведь это же приводит к богатству. А Бог, ну, что это дает? Это не нужно все, говорят они. Вот это ответ на вопрос, как вы меня оскорбляете, как вы меня обкрадываете, как вы не отвечаете на мою любовь. В самом начале книги уже это было задано. Ну, а проявляется прежде всего как раз в десятинах и в жертвоприношениях в том, что, в общем, они обязаны были делать. Понятно, что обязательства – это еще не все. Что любовь обычно творит гораздо больше обязательств, но хотя бы обязательств, хотя бы минимум. Но боящиеся Бога рассуждают, говорят друг с другом, и Господь им внимает, их слышит. Пишется пред ним памятная книга о тех, кто боится Господа, чтит его имя. Ну, здесь очень ясное представление о некой книге, о некоем списке, куда заносятся и дела людей, и, может быть, их слова, мысли. Все то, что они здесь на земле совершают, в какой-то момент станет основанием для их дальнейшей судьбы в каком-то ином мире. И об этом он как раз дальше и говорит. «Будут они моими, – говорит Господь воинц, – в день, когда сокровища мои соберу. Позабочусь о них, как заботится Отец о Сыне, который служит Ему. И тогда снова увидите, в чем различие между праведником и нечестивцем, между служившим Богу и тем, кто не служил». Сейчас это бывает или не видно, или видно не в пользу служащего Богу. Ну, мы же действительно видим, кто успешен, кто благополучен и кто силен в этом мире. И все это нынешнее положение дела, он говорит о том, что когда-то это все изменится. Может быть, это лишь не самый большой, но тоже очень важный шаг к Нагорной проповеди, где блаженны нищие духом, плачущие, алчущие и жаждущие правды, блаженны уже сейчас. Где вот это состояние предстояния Богу, оно дает человеку уверенность и в сегодняшнем. Оно дает ему возможность твердо и счастливо жить уже сейчас, не гоняясь за еще какой-то порцией удовольствия, еще порцией богатства, еще порцией власти. Там же насытиться-то невозможно в принципе. Ну, это уже тема, которую можно говорить в отрыве от книги пророка Малахи, а этого мы делать не будем, и в следующий раз четвертая глава.